Лекция Его Божественной Милости, Аче Бхактивиданты, с вами Прабхупады, в францисканской семинарии Святого Паскаля, 28 июня 1974 года в Мельбурне. Отец Грин, жизнь — это нечто большее, чем то, что мы можем видеть, чего мы можем касаться или слышать. Есть необходимость в спасении, в искуплении. В той или иной форме. И обе эти идеи... Мы не только живем за счет хлеба одного, но нам необходимо спасение. И это ведет нас к согласию, что есть нечто за пределами этой жизни. То, что мы называем по меньшей мере, если использовать техническое слово, технический термин, трансцендентное. Я думаю, в этом контексте мы можем поговорить и обсудить, и прийти к какому-то согласию. Я хотел бы попросить одного из австралийских членов движения Харе Кришна представить своего лидера нам более личностным образом умопати. Мы хотели бы представить его божественную милость, Ащеба Кривиданту Свами Прабхупаду, ачарью основателя движения Харе Кришна, который, милостиво, приехал и спас нас светом трансцендентного знания и спас нас из материального существования. Я думаю, что он прочтет лекцию по Шимат Бхагаватам. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и все остальные представители духовенства. Я сердечно благодарю вас за то, что вы участвуете в этом движении. Я постараюсь объяснить некоторые из стихов Шимат Бхагаватам. Шимат Бхагаватам считается сутью ведической литературы. Что такое ведическая литература? Это четыре веды, Сама, Яджур, Рик, Адхарва. Затем Упанишады, 108 Упанишад, 18 Пуран, Рамайна, Махабхарата. Это огромное сокровище текстов. И этот Шимат Бхагаватам является одной из 18 Пуран. В Шимат Бхагаватам содержится 18 тысяч стихов. Я постараюсь объяснить один или два. Отец Гримм подсказал, что можно поговорить об общем уровне религии. Общий уровень, его не очень трудно понять, потому что религия означает познание Бога и следование заповедям Бога. Это религия. В Шимат Бхагаватаме говорится «Религиозная система не может быть придумана человеком». Нет. Созданная человеком религия — это не религия. религия — это то, что создал Бог. Это религия. Религия, созданная Богом. Дарманту Сакшат. Например, закон. Закон — это правила, учрежденные правительством. Вы не можете придумать закон, сидя у себя дома. Аналогично религия — это законы, данные Богом. Простое определение религии. Итак, мы должны знать Бога, мы должны знать, каковы Его указания, мы должны им следовать. Тогда это религия. Можете взять любую религию, в ней присутствуют эти три элемента. Мы должны постараться постичь Бога, понять, чего Он хочет, и исполнять это. Поэтому Шимат Бхагаватам сказано, Савай Пумшанг Пару Дхарма, Ято Бхакти Радхок Хажи, Ахай Туки Аппрати Хата, Яя Атма Суп Прасидати. Здесь говорится, что это совершенная религия. Тут не говорится индуизм, ислам или христианство. Здесь дается общее определение. Вот что такое совершенная религия. Савай Пумшанг Пару Дхарма. Почему говорится пара? Пара значит высшее. Это не нечто заурядное, это высшая. Высшая религиозная система, это та система, которая учит своих последователей любить Бога. И не важно, вы можете учиться любить Бога посредством христианства или индуизма, или ислама. Любой великий, но в результате вы должны продвигаться в искусстве любви к Богу. Здесь используется санскритский термин «бхактия», что означает «преданность». Служить Богу — это бхакти. Мы столькому служим, но это не бхакти. Бхакти — это служение Богу, а также адхокшаджи. Есть много терминов, объясняющих, что значит постижение Бога. Но здесь, в Шиман-Бхагаватам, у кого называется адхокшаджа. Адхокшаджа — это тот, кто находится за пределами восприятия ваших чувств. Еще один термин употребляется «аван-манаса-гочара», то есть тот, кто непостижим для вашего ума, не описуем вашими словами. Аван-гочара. Еще один смысл, буквальный смысл — адха. Адха — значит подчиненные. адхокшаджа-гьянам. Акха — это глаза. В санскрите есть такие буквы, начиная с А, А, И, и в конце Кша. Так, начиная с А и кончая Кша, Акша. То есть, мы понимаем все благодаря комбинации слов. вы можете составлять множество слов, но тем не менее Бог, он будет трансцендентен всяким словесным описанием. Это называется адхокшаджа. Итак, Бога постигают непосредством вокабуляра. Мы не сможем постичь природу Бога благодаря своему словарному запасу. Или одним словом, Бог, Он за пределами сферы восприятия наших материальных чувств. В ведических текстах говорится Атах, Шри Кришна Намади. Кришна — это имя Бога. И говорится, что имя Кришны, форма Кришны, Атрибуты Кришны, деяния Кришны. Атах, Шри Кришна Намади начинается с имени. Атах, Шри Кришна Намади Набхавед Грайям Индрия «Индрия» значит чувства. Мы не сможем понять, кто такой Кришна или Бог, Его имя, Его форма, Его атрибуты, Его игры. Мы не сможем постичь это своими несовершенными материальными чувствами. Как же, когда мы сможем его понять? В конце концов, ведь человеческая жизнь предназначена для постижения Бога. это единственное предназначение человеческой жизни. Природа, материальная природа дает нам эту возможность человеческой формы жизни и возможности этой жизни, этой формы жизни даются нам для того, чтобы понять Бога. Другие формы жизни — кошки, собаки, деревья и многие другие — есть 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. В других формах жизни живые существа не способны постичь Бога. Если мы созовем всех собак в вашей стране, приходите сюда, мы поговорим о Боге, они ничего не поймут. но такая возможность есть в человеческой форме жизни. И неважно, из Индии человек или из Америки или из Австралии, любой человек, если постарается, если он будет читать Писание, неважно, какие Библию, Бхагавадгиту, Бхагаватам, он поймет Бога. Поэтому эта жизнь, человеческая форма жизни предназначена только для постижения Бога. Если мы отвлекаем свое внимание на какие-либо другие занятия, мы просто попусту тратим свою энергию. потому что чем люди заняты едой, сном, с сексуальными отношениями, с защитой, но все это присуще и кошкам, и собакам. Они тоже едят, они тоже спят. У них также есть склоны к сексуальным связям, и они также защищаются по-своему. Так что, если человеческая жизнь также тратится лишь на эту деятельность, вы упускаете возможность. Человек должен действовать для того, чтобы постичь Бога или абсолютную истину. Такова философия веданта. Атхото брахмаджиггьяса. Веда значит знание, а анта — высшая вершина знаний. Итак, мы приобретаем знания в разных областях, но высшее знание — это знание Бога. Поэтому веданта говорит, сейчас в этой жизни адха, «брахмаджиггьяса». Как, например, птицы, утром они тоже разговаривают, куда нам сегодня полететь, за фруктами или за едой. они задают эти вопросы, они разговаривают, чрик-чрик. Но не такие вопросы мы должны задавать, а вопросы, кто такой Бог, кто я такой, каковы мои отношения с Богом, «какова высшая цель жизни?» Эти вопросы и ответы должны задаваться в человеческом обществе. Если этих вопросов не возникает, кто такой Бог, что такое материальная природа, кто создал ее, как создал, как она функционирует. главный принцип естественно, если мы склонны к философии, мы будем задаваться таким вопросом, как был создан этот мир, кто его создал? И есть много разных способов ответить на этот вопрос, но Веданта Сутра отвечает, что что бы мы не видели, все это космическое мироздание, творцом его является Бог Брахман Атхатхо Брахма Джигьяса Итак, Бог или Высшая Истина, Абсолютная Истина это то, из чего все изошло. И с этого начинается Шримад Бхагават Абсолютная Истина это то, из чего все начало быть. Какова природа Абсолютной Истины? Все подразумевает две реальности, материю и Дух. Две реальности. Например, в настоящий момент мы покрыты двумя видами одежды тонкой состоящей из ума, разума и эго и грубой одежды. Что значит тонкая? Тонкая означает, мы знаем, что это существует, но мы не видим этого. Например, вы знаете, что у меня есть ум, я знаю, что у вас есть ум, но я не вижу вашего ума, вы не видите моего. я знаю, что у вас есть разум, вы знаете, что у меня есть разум, но мы не видим этот разум. Аналогично отождествление я у меня есть сознание, у вас есть сознание, но мы не видим его. Так то, что нашим глазам не видно, называется тонким. а душа еще тоньше. Итак, человеческая жизнь предназначена для постижения души и высшей души. Поэтому есть общий уровень, если мы пытаемся постичь эту высшую душу и мы направляем нашу склонность любить на высшую душу, вот это называется религией. В словаре дается определение религии как некой вере. Нет, это некое постоянное состояние, неизменное. Веру мы можем сменить. Сегодня я индус, завтра стану христианином. Вы христиане, вы можете изменить свою веру завтра. В санскрите слово религия это не вера, религия это изначальное качество, присущее объекту, это религия. изначальное качество это то, что не меняется и не может быть изменено. Вот это качество навсегда нам присуще. И веды утверждают, что живое существо является вечным слугой Бога. Когда живое существо забывает об этих отношениях, о том, что оно вечный слуга Бога, начинается его материальная жизнь. В материальной жизни никто не готов становиться слугой. Все хотят стать господами. господами. Даже в обществе кошек и собак вы увидите, что одна собака пытается господствовать над другими, лает на них, я тут босс. Это называется борьбой за существование. В ней все участвуют, как на индивидуальном уровне, так и на уровне наций, на уровне общества, на уровне религий, так называемых. Все пытаются стать господами, повелителями, но никто не пытается стать слугой. Однако истинное положение в том, что мы, живые существа, являемся вечными слугами Бога. Как только мы забываем об этом, мы оказываемся в материальном мире. Как только мы возрождаем это наше изначальное сознание, это духовный уровень. Поэтому мы проповедуем сознание Кришны или сознание Бога, чтобы человек пришел к пониманию, что он вечный слуга Бога. Итак, здесь утверждается, что это религия совершенна. Та религия, которая учит своих последователей снова стать слугами Бога. Это первоклассная религия. Как стать слугой? Если человек соглашается, Бхагавадгита, Шмат-Бхагаватам, в Бхагавадгите последнее наставление, там много содержится наставлений относительно карма-йоги, дьяна-йоги, тхьяна-йоги, бхакти-йоги. Но Кришна в конце концов дает наставление Арджуне «Сарва-дхармана-паритяджа». Твоя единственная обязанность — предаться мне, потому что ты мой вечный слуга. Ты восстал против служения мне, а ты хотел жить независимо в этом материальном мире, чтобы занять искусственное положение господина. Откажись от этой склонности и предайся мне, и тогда ты будешь счастливым. И Кришна уверяет «Ханг-тва-сарва-па-папе-фо-мок-хо-и-самьи», «Если ты предашься мне, я освобожу тебя от последствий твоей греховной действий». Почему он так сказал? Потому что в материальном мире любое действие сопряжено с грехом. Потому что главный принцип — как стать господином. это главное стремление живых существ. И ради этого все готовы идти на все, неважно, грех это или благочестивый поступок. Еще одно значение — если вы делаете что-либо против веления Бога, это греховно. Также в Библии есть множество заповедей, которым люди должны следовать чтобы избавить себя от греха, потому что греховный человек не может обратиться к Богу, не может достичь Бога. Таково заключение лидических текстов. Тот, кто полностью освободился от последствий греховной жизни, может полностью посвятить себя служению Господу. Итак, общий уровень существов, Бог не индус, не мусульманин, не христианин, Бог есть Бог, Бог один. Но в соответствии с временем, в зависимости от климата, условий, метод обращения к Богу, достижения Бога может отличаться но высшая цель, конечная цель, это полюбить Бога, служить Богу. Человек не может служить кому-либо без любви. В материальном мире человек служит другому ради денег, ради оплаты, вознаграждения, но служение Богу имеет другую природу. богу. Здесь говорится гайтуки, апратихата. Служение Богу не должно свешаться с неким мотивом. Здесь мы, в материальном мире, мы служим кому-то, исходя из какого-то мотива или ради материальной выгоды, но в духовном мире служение Богу это мой долг, я люблю его, я хочу служить ему. Как мать любит ребенка. Она делает это не как служанка, который платит. Любовь матери спонтанна. Она ей нравится, она любит служить своему ребенку. Точно так же, когда наша любовь к Богу станет спонтанной, без какого-либо мотива, и непрестанной, любовь к Богу невозможно воспрепятствовать никакими материальными условиями. Не нужно думать, что поскольку человек беден, поэтому он не может полюбить Бога. Нет. Если человек очень богат, допустим, значит, он не может полюбить Бога. Нет. Ага, и тукия пратихата. Кем бы вы ни были, вы можете научиться любить Бога. И этому ничто не мешает. Если мы придем к этому уровню жизни, где сказано, вот тогда вы испытаете полное удовлетворение, и вы будете счастливы, если вы посвятите себя служению Господу. Без каких-либо мотивов, без каких-либо препятствий, спонтанно будете любить Его. Тогда вы почувствуете полное удовлетворение. есть много примеров преданных Друва Махарадж. Он был пятилетним мальчиком. И там был раскол, ссора в семье, и его мачеха оскорбила его, и он хотел отомстить пятилетний мальчишка. и он спросил у своей матери, что мне делать. И мама посоветовала ему, прими прибежище у Бога, Он тебе поможет. И пятилетний мальчик отправился в лес, посвятил себя медитации, он медитировал шесть месяцев. И когда он увидел Бога, он сказал, Господь мой, сейчас я полностью удовлетворен, я не хочу никаких благословений от тебя. Вот это истинное постижение Бога. Что значит постичь Бога, когда человек уже ничего не хочет, у него нет уже никаких страстей, всеми побуждениями и желаниями пошел конец. Поэтому говорится я атмосу просидать и потому что мы хотим чего-то, страшно желаем чего-то, и покуда это есть, мы никогда не будем удовлетворены. Когда же мы ничего не хотим, мы полностью удовлетворены, это признак того, что человек осознал Бога. И так существует этот общий уровень, объединяющий все религии. В настоящий момент люди страдают, да и не сейчас, а всегда. Каждый, кто находится в материальном мире, преисполнен беспокойств, потому что материальные желания невозможно удовлетворить никогда. Они лишь будут возрастать. поэтому пока человек не придет к сознанию Бога, пока не поймет, что не сможет он обрести удовлетворение в материальном мире. Просидати, когда человек полностью удовлетворен, он уже ничего не хочет. Есть много мест, где говорится об этом. если вы достигли этого положения, тогда даже самые страшные потрясения не будут выводить вас из равновесия, если вы утвердились в сознании Бога. Ничто в этом материальном мире не может вас поколебать или обеспокоить. Люди должны стараться достичь этого совершенного трансцендентного положения, чтобы обрести полное удовлетворение. Это называется Бхакти-йога. И мы учим и проповедуем эту Бхакти-йогу. Люди обеспокоены в этот век Кали. И чтобы принести им полное удовлетворение жизни, необходимо пробудить их, в них сознание Бога. И простой метод, предназначенный для этого, это повторение или пение святых имен Бога. Мы воспеваем Хареи Кришна. Это означает обращение к энергии Бога, Хара. Бог обладает энергиями. Например, энергии огня это тепло и свет. Аналогично и у Бога есть энергии, многочисленные энергии. И главные его энергии это духовная энергия и материальная энергия. Итак, мы находимся во власти в настоящий момент, материальной энергии и нам необходимо перенестись в духовную энергию, потому что мы духовные существа. К примеру, если вы достанете рыбу из воды на сушу, суша это не среда для рыбы. Как бы вы ни пытались ее устроить поудобнее, ей не будет удобно. Вот бросьте ее в воду, тогда ей будет удобно. Вот и мы души, сейчас мы заключены в материальные тела. И нашей задачей должна быть выбраться из-под власти материальной энергии и поместить себя в ведение духовной энергии, тогда наша жизнь будет приносить нам полное удовлетворение. Итак, человеческая жизнь это прерогатива, позволяющая освободиться от материальной энергии и оказаться в сфере духовной энергии. Этот процесс описан. Что значит поместить себя снова в ведение духовной энергии? Это означает, что нужно избавиться от обозначений. от каких обозначений? Я индус, я мусульманин, христианин, американец, индиец. Я это, я то. Все это обозначение. И что значит избавиться от обозначения? Это значит понимать, что я не принадлежу ни к какой из этих категорий, я вечный слуга Бога. Если вы придете в это положение, то вот это как раз и есть тот общий уровень. Пусть все поймут, что они вечные слуги Бога, и тогда все проблемы будут решены. Итак, таково наше движение сознания Кришны, и мы повторяем Святое Имя Бога. Мы рекомендуем другим также повторять Святое Имя Бога. У Бога непременно должно быть имя. В Библии также говорится «Да святится имя Твое». Да, имя есть. У Бога есть имя. Бога зовут Христос или Кришта или Кришна. Мы можем повторять совместно. Мы можем петь. Разве это трудно? Итак, те, кто исповедует христианство, хорошо, у вас есть имя, имя Бога. Иначе почему Иисус рекомендует прославлять имя Бога? И вот что значит петь святое имя, повторять его. Так что давайте совместно прославлять имя Бога. Это как раз есть тот общий уровень. Спасибо вам большое. Я знаю, возможно, вы хотите задать вопросы Его божественной милости. Если возникнут вопросы, вы можете поднять руку и задать ваши вопросы. Нет вопросов? Это означает, что все согласны? Полное согласие. Это хорошо. Ваши преданые говорят, ваша цель подняться над уровнем материального существования. Я не совсем понимаю, каков ваш процесс, достижение этого. Не могли бы вы мне рассказать, каков результат? Как только вы поднимаетесь над этим, какого результата вы достигаете? в сознании Кришны процесс заключается в том, чтобы подняться над болезнью материального существования. Первая часть его вопроса заключается в том, как это сделать, и вторая часть вопроса, каков конечный результат после того, как мы воспользуемся этим процессом. Метод состоит в том, чтобы переместиться из сферы материальной энергии в сферу духовной энергии. Мы находимся под влиянием энергии. У Бога две энергии, материальная и духовная. Мы тоже энергия, мы пограничная энергия. Таким образом, пограничная энергия означает, что мы можем оставаться в сфере материальной энергии или духовной энергии. Это зависит от нашего выбора. вода. на берегу, на границе воды и суши вода покрывает землю, но иногда берег открывается. Это называется пограничным положением. Мы пограничная энергия Бога, живые существа. Таким образом, мы можем находиться под водой, то есть в материальной энергии, или же на поверхности, на открытой поверхности, то есть в духовной энергии. Вот этот метод превращения материальной энергии в духовную именуется бхакти-йогой. Например, этот микрофон, если его использовать для материальной цели, например, я говорю, но иногда политики или другие группы, они используют тоже микрофоны для разных целей, но его можно также использовать для целей божественных. Я говорю через этот микрофон, несу послание Бога. Если его использовать для целей Бога, он духовен. Если же его использовать для наших материальных целей, для чувственных наслаждений, он материален. Это как электричество. Электричество — это одна энергия. Ее можно использовать как для нагревания, так и для охлаждения. энергия Бога точно так же энергия Бога но когда она используется для чувственных наслаждений, ее называют материальной энергией. Если ее используют для служения Богу, она называется духовной энергией. И так, перенестись из материальной энергии в духовную энергию, для этого нужно начинать совершать служение Богу. Все, что мы занимаем в служении Богу духовно, вот этот зал, его можно использовать для того, чтобы говорить здесь о Боге. Место одно и то же, но когда его используют для Божьей цели, ну, духовной, если использовать для чувственных наслаждений, оно материально. Для этого необходимо некое руководство, понимание ишавасимы дамсарвам. Все принадлежит Богу и то или иное место или объект становится материальным или духовным в зависимости от того, для чего его используют. Если вы измените свою жизнь, посвятите ее по всем для Бога, будете говорить для Бога, есть для Бога, спать для Бога, совокупляться для Бога, то тогда это жизнь духовна. У нас есть четыре потребности еда, сон, секс, защита. Мы также можем защищать для Бога. В действительности все принадлежит Богу. И нам необходимо научиться тому, как использовать это для Бога. Такова наша философия. прапунчик катая баддья хари шам бадни басту на мумук суби парит тяга панг бай раг катта. Если человек отрекается от мира, в этом нет ничего особенно великого, потому что мир тоже создан Богом. Так что вместо того, чтобы отрекаться от Него, если мы используем этот созданный Богом мир для служения Богу, он духовен. Потому что изначально этот мир принадлежит Богу, изначально он духовен. Поэтому в высшем смысле нет ничего материального. Все духовно. Потому что все исходит из высшего Духа. Мы должны научиться искусству, как использовать все для Бога. Тогда это духовно. для этого необходимо обладать неким разумом, как использовать все для Бога. Например, мы также живем в доме. Как вы можете жить без дома? Мы также люди, мы не можем просто валяться на улице. У нас есть дом, какая-то защита. Мы также едим, мы также спим, мы также вступаем в сексуальные отношения, и мы также защищаемся. Но мы делаем это по-другому. Эти юноши и девушки, некоторые из них женаты, они зачинают также детей, это подразумевает секс. Но вы видите, в нашем храме даже маленький ребенок кланяется, он предлагает цветок алтарю, также поет Святое Имя, танцует. Так что вступать в сексуальные отношения ради зачатия таких детей, это также Божье дело. Но если мы зачинаем детей, как кошки и собаки, это материально, потому что в этом нет сознания Бога. так что все можно изменить, трансформировать. Если мы делаем это без привязанности, например, эти юноши и девушки собирают пожертвования, но ни цента они не тратят на чувственное наслаждение, на себя. Все, что они собирают, используется для того, чтобы печатать книги, прославляющие Бога, для проповеди, для распространения. они не стали меньше зарабатывать. Мы по всему миру собираем пожертвования где-то на 30 тысяч долларов в день, но ни одного цента не используем для собственных целей. Все используется для проповеди сознания Бога. Таким образом, все можно занять, все использовать. В конце концов, это же собственность Бога. Ишавасимедам сарвам, сарвам, что бы вы ни видели, это принадлежит Богу. Мы безосновательно заявляем, что это моя собственность, но это иллюзия. Например, какая-то часть земли, я называю ее Индией, вы говорите, что вот это Австралия, они говорят, что вот там Англия. Но это не Англия, не Австралия, это все собственность Бога. Вы создали какие-то собственные обозначения. Мы должны отказаться от этой идеи. Существует ООН уже 20 или 30 лет, до этого была Лига наций, чтобы объединить всех, но каким образом происходит объединение? Они говорят, вот это часть моя, это часть моя. Почему они не согласны, что каждый кулачок этой вселенной, этой планеты принадлежит Богу? Что это сложно? В самом деле, принадлежит Богу, но они не согласны. Они 5, а нет, это моя. Так эти вещи должны быть изменены, тогда они действительно будут consciенны, и все будет счастлив. Чтобы признать этот истинный факт, столько великих мозгов, политиков не обладают достаточным умом, чтобы понять, что вся эта земля принадлежит Богу, она создана Богом, это собственность Бога. Все, что есть на земле, это принадлежит Богу, мы сыновья Бога. Так давайте наслаждаться собственностью Бога. У сына есть право пользоваться собственностью отца, но я не должен посягать на твою собственность и мою собственность. Все принадлежит отцу при этом. Как например в семье, все принадлежит отцу, и дети едят то, что дает Отец, и живут там, в том месте, которое предоставляет им Отец, и живут в мире. Точно так же Господь обеспечил пищей всю человеческую расу на этой планете, но поскольку кто-то посягает на собственность Бога и говорит, что это мое, сэр, ты не можешь сюда приезжать. Происходит проблемы. Например, в вашей Австралии столько земли, но вы не пускаете никого сюда. Вы говорите, что это ваши. В Африке столько пустующей земли. Нет, вы не можете приезжать, это мое. Никто не думает, что это принадлежит Богу. И мы дети Бога. Давайте производить. Если мы действительно используем всю землю на земле, мы можем выращивать продуктов в 10 раз больше, чем нужно, чтобы накормить все население. О каком дефиците может идти речь? Но у них нет этого понимания. Так что, пока вы не придете к этому, к сознанию Бога, что все принадлежит Богу. Например, коммунисты считают, что все принадлежит стране, государству. Но почему бы вам не понять, что все принадлежит Богу? И тогда вы решите все проблемы. Но они не будут этого делать. Поэтому существует очень большая необходимость в проповеди сознания Бога среди людей. Неважно, какую религию они исповедуют. Религия — это не христианство и ни то, ни другое. Я уже объяснил, что религия — это сознание Бога, это следование воле Бога, следование Его заповедям. Это религия. Еще вопросы? Ваша божественная милость, когда у человека немного сознания Бога, если он нерадивый слуга Бога, он не любит Его сильно. Как вы думаете, Бог любит Его по-прежнему? Он хочет, чтобы Он пришел. То есть даже если человек очень плохой слуга Бога, Бог по-прежнему любит Его и помогает Ему прийти. Да, Бог любит очень сильно. Он посылает Своего Сына, чтобы Тот убедил вас. Пожалуйста, иди ко Мне. Бог Сам приходит. Кришна, пожалуйста, приди ко Мне. И что мы делаем? Что мы, слуги Бога, делаем? Мы просим лишь, пожалуйста, сознавайте Бога. Так что проповедь Бога, она продолжается разными путями, чтобы призвать всех этих заблудших сыновей Бога, которые забыли. Как отец. Он любит своего сына больше, чем сын любит отца. Потому что, если сын ушел из дома в безумии своем, он хочет жить независимо от отца, он может думать так, он сумасшедший. Но отец, отец говорит, негодник, ушел из дома. Надо как-то привезти его назад. Пусть он здесь живет в мире, у меня такой большой дом. Зачем ему уходить куда-то, чтобы жить независимой жизнью? Это ошибка сына. Отец всегда стремится вернуть сына домой. Как Его милость относится к Иисусу Христу? Как мы относимся к Господу Иисусу Христу, Господь Иисус Христос? Он сын Бога. Он лучший сын Бога. Мы оказываем ему всяческое почтение. Да? Каждый, кто учит людей сознанию Бога, он заслуживает нашего уважения. И неважно, в какой это стране, в какой местности он проповедовал. Это неважно. Святой Франциск, основатель этого ордена, в который нас пригласили выступать, он видел Бога в материальном мире. Он обычно обращался к определенным аспектам материального мира, за его братом, с сестрой, брат дерева, сестра вода и так далее. А как вы относитесь к этому? Это настоящее сознание Бога. Это настоящее сознание Бога. Да. В отличие от того, когда человек думает, «Я осознаю Бога и при этом могу убивать животных». Это не сознание Бога. Когда человек видит в деревьях, в растениях, в животных, в каких-то муравьях своих братьев, «самах сарвешу бутешу» — об этом говорится в Бхагавадгите. «Рамма-бхута-прасаннатма на-сучати на-танкати» «сама сарвешу бутешу» — «сама» — значит, одинаково, равно относиться ко всем живым существам, видеть душу в каждом. И неважно, человек — это или кошка, или собака, или дерево, или муравей, или насекомое, или человек какой-то великий. Они все неотъемлемые части Бога. Просто у них разная одежда. У одного одеяние дерева, у другого — одеяние царя, у третьего — одеяние насекомого. Это также объясняется в Бхагавадгите. Бандит, ученый человек, относится ко всем одинаково. Если святой Франциск так думал, это величайший уровень духовного понимания. Подобное описано в читании «Чаритамрите». Преданный Господа, находящийся на высоком духовном уровне, видит в деревьях, в животных, в камнях, во всем, что он видит, энергию Бога. «Надекхетара мурти». Например, ваше мурти или мое мурти. Ну, может быть, наши формы несколько отличаются, но мы сделаны из тех же компонентов, если провести хирургическую операцию на вашем теле. Будет та же кровь, те же кости, плоть, все то же самое. Те же компоненты, точно так же наше внешнее покрытие, то есть состоящее из материальных элементов. Это одно и то же, в общем-то. Но внутри вечная душа, и поэтому тот, кто находится на высоком уровне духовного сознания, он не видит, что это кошка, это собака, это человек, это слон, это браман. Нет, он видит душу. Он понимает, что это душа, неотъемлемая часть Бога. И именно таково его видение. Пандита – самодаршина. Вот что значит сознавать Бога. Бог есть Дух, Высший Дух, и живые существа, его неотъемлемые части – это настоящее подлинное видение. Пандита. Пандита – значит ученый. Яркие, отличительные признаки движения Харе Кришна – это пение, повторение мантры. Есть ли другие формы достижения сознания Бога? Да. Нам недостает сознание Бога из-за того, что мы нечисты. Поэтому, благодаря повторению святого имени и прославлению имени Господа, Вы очиститесь. Можно привести пример. Например, если поместить железный пруд в огонь, он нагревается, все сильнее и сильнее, раскаляется до красна. Если он раскалился до красна, это уже не просто железный пруд, это огонь. Он стал огнем, благодаря соприкосновению с огнем. Точно так же, если Вы всегда пребываете в общении с Богом, Вы становитесь божественной натурой. И Вы очищаетесь. И тогда Ваше видение проясняется. Так что Бог и имя Бога – это одно и то же, потому что Бог – абсолют. Если Вы повторяете, прославляете имя Бога, это означает, что Вы общаетесь непосредственно с Богом. А общаясь с Богом, постепенно Вы становитесь божественной натурой. В этом смысл повторения святого имени Бога. Ваша милость, все мы привязаны к трансцендентной религии. Я думаю, что мы разделяем общую проблему. Я бы хотел услышать от Вас, как Вы пытаетесь решать эту проблему. Проблема зла. Я так сформулирую. Вся энергия, вся реальность от Бога – духовная и материальная. Материальная – хорошо, когда мы используем это на сознание Бога, используем правильно. но что делает это другим, не духовным? Это мы сами. То, как мы сознательно используем вещи, мы их сознательно используем по-другому. Беда в том, что в этом сознании некоторые люди скажут, что источник зла – это индивидуальное сознание, то есть наше сознание как Личности. Другие они, другие какие-то ответы дадут. Я хотел бы узнать, как Вы отвечаете на этот вопрос. Индивидуальное сознание и высшее сознание Бог и мы. Мы – одной природы. Бог – живое существо, и мы – тоже живые существа, но Он – высшее живое существо. Об этом говорится в ведах. Ниття – значит вечное. Бог вечен, мы тоже вечны, но поскольку мы пали в материальный мир, мы позабыли о том, что мы вечны, мы меняем тела, мы думаем, что Я – тело, в этом мы заблуждаемся, но Бог не падает, Он вечен. Мы тоже вечны, но поскольку мы очень маленькие частицы, иногда мы падаем, поэтому так же Бога называют отчюта, тот, кто никогда не падает. Мы чью-то, мы падаем иногда, когда мы падаем, Бог приходит, чтобы спасти нас. И в этом различие между нами и Богом. Мы тоже вечны, и Бог тоже вечен. Мы сознаем, и Бог сознает. таким образом качественно мы с Богом одинаковые, но количественно мы разные. Что касается сознания, я сознаю боль и наслаждение своего тела, вы сознаете боль и наслаждение своего тела. вы не сознаете, какую боль и наслаждение я испытываю, и я не сознаю, какую боль и наслаждение вы испытываете, но Бог сознает как ваше сознание, так и мое. В этом различие между мной и вами и Богом. Бог знает, какую боль и наслаждение я испытываю, и вы, и любое другое живое существо. Он знает все. Поэтому Он Всеведущий, Всемогущий. Он знает все. Он сознает все. Он знает все. В Бхагавад-гите также Он говорит, я знаю прошлое, настоящее, будущее. То есть сознание есть, а один находится в высшем сознании, другой в ограниченном сознании. Наше сознание ограничено. Что же касается Бога, Его сознание безгранично. Но мы сознающие, оба. Что касается сознания, то качественно мы едины. это как капля морской воды Тихого океана. Но вкус, она такая же, как и вкус всего океана. Но капля воды очень незначительна. Обрыв записи. Кришна говорит, когда вы в духовном мире, вы исполнены блаженство, почему кто-то решает прийти в материальный мир? Я уже это объяснял. Сын богатого человека думает, что он будет счастливым, независимо. У его отца все есть, но он все равно уходит из дома и предпочитает свободную, независимую жизнь. В этом его безумие. Точно так же, когда мы приходим в материальный мир, отказываясь от покровительства Бога, в этом наше безумие. Безумец должен страдать, поэтому мы страдаем. Но у вас есть право стать безумцем. хорошо повторяйте Харе Кришне.